Дотянуться до облаков, увидеть всю красоту высокогорного Дагестана, почувствовать себя частью первозданной природы. Здесь, в селении на Казух Гунипского района, на высоте более 2000 метров над уровнем моря, казалось бы, знакомый с детства край, открывается совершенно по-новому. В первую очередь, это заслуга людей, которые могут заразить тебя своей любовью к родной земле. Они не ждут повода, чтобы приехать в село, а если уж такой выдался, то собираются всем джамаатам. Собралось очень много гостей, очень много приезжих, очень много сельчан. Хотя в селении осталось очень мало народа, но мероприятие достаточно неплохое получилось. Такого масштаба мероприятия первый раз? Такого масштаба 9 мая, насколько я помню, это первый раз такого масштаба мероприятия. Единственное, я помню то, что когда памятник ставили участникам Великой Отечественной войны, тогда было такое масштабное мероприятие, а после этого это первое мероприятие такое крупное, которое проводится в селении. В праздновании Дня Победы дело святое для всех и каждого. На центральной площади села собрались наследники Победы. Они посчитали своим долгом принять участие в торжественном шествии Бессмертного полка. Идея руководства Сагратлинского сельсовета получила отклик практически у всех выходцев из села Наказух. В родное село они приехали целыми семьями, чтобы разделить радость этого дня и вспомнить своих предков. Наша села является самым высокогорным населенным пунктом в Гунипском районе. К сожалению, с каждым днем количество проживающих круглогодично здесь уменьшается. И подобное мероприятие мы пытаемся привлечь интерес молодого поколения к селу, к ее истории, чтобы молодые понимали, знали, где, в каких условиях они жили, где росли их родители, дедушки, чтобы у них был интерес и любовь к своему селу. И это сегодняшнее мероприятие – одно из шагов к возрождению нашего села. И это мероприятие было проведено совместно с администрацией муниципального образования Совета Сагратлинский. Оттуда, да, на Казуха был автопробег сегодня проведен. Другие памятные мероприятия сегодня были, как парад наследников, там стрельба была организована, чемпионат по пулевой стрельбе. Пытаемся возродить то доброе, старое, что было в Советском Союзе. К сожалению, я плохо помню те годы, когда подобные мероприятия проводились с ветеранами. Но у меня есть ностальгия, и мне хочется, чтобы мои уже дети, племянники, они выросли в том же духе и в той же ностальгии по подобным мероприятиям. Чтобы они ценили, чтобы они продолжали и понимали, что это такое, чтобы они понимали цену мира, хлеба и достатка. Юноши и девушки в военной форме, музыка военных лет, фотографии участников Великой Отечественной войны, боевые награды фронтовиков. Вот она, память, пронесенная через десятилетия. Бессмертный полк прошел по главным улицам села под песней победы к мемориалу памяти солдатам. Великой Отечественной войны Заходим, девочки, заходим. С приветственным словом к участникам праздничного митинга обратился глава Сагратля Магомед Гаджа Амаров. Я хочу поблагодарить всех, кто сюда приехал. Многие переживали, что из-за погоды не получится. Но представьте себе, наши отцы, деды и в дождь и в снег воевали ради победы, ради мира на земле. Если бы у них только была возможность, как у нас, прийти сюда. У меня в планах, пока я здесь. Сагратли и в Наказухе традиционно проводить такое мероприятие. Желаю, чтобы у вас получилось приезжать сюда. Поздравляю вас с 73-й годовщиной победы. Желаю крепкого здоровья. Пусть никогда наши братья, сестры, дети не узнают, что такое война. Желаю мира. Нашим селам желаю братства, согласия и единства, чтобы всегда встречались только по хорошему поводу. Спасибо всем, что вы с нами. Сложно переоценить значение таких мероприятий. Встречи со старожилами села, их воспоминания, очень важны для подрастающего поколения. Друзья, наши дети, за нас воевали. И чтобы жили мы на великой стране. Тебя поздравляю с днем победы. И живот хорошо тебе иметь. Наказухцы – мужественный и трудолюбивый народ. Сегодня, к сожалению, как и во многих селах, здесь не осталось ветеранов войны и тыла. Но Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, и боль потери прочувствована не одним поколением горцев. Был день победы. Были дни, когда мы отступали. Были дни, когда мы сдавались. Были дни, когда мы не могли под этим натиском идти. Но сегодня мы празднуем победу. Потому что вот эти люди, которые здесь названы, которые в каждом поселке есть, в каждом каком-то районе есть, они, значит, ковали эту победу, делали. Есть, которые люди не воевали, но которые, значит, тоже старались своим трудом, своим положением, своим, значит, последнее отдавали, кормили соседей, у кого что было. Горянка всегда была и остается надежным тылом своей семьи. Она и ласковая мать, и верная жена, и любящая дочь, и труженица, которая может забыть про сон и отдых. Всех с праздником! Женщины на Казуха именно такие. Их вклад в развитие села, района очень значимый, а воспоминания и наставления просто бесценны. Я хочу всем, кто приехал сюда, пожелать здоровья. Даже эта земля сегодня радуется тому, что провели мероприятие, которое до этого ни разу не проводилось. Магомеду Гаджи Амарову большое спасибо. Желаю, чтобы ваши сердца всегда светились счастьем. Пусть никто впредь не увидит тех тягостей жизни, которые мы видели в детстве. В завершении официальной части праздничного торжества старейшина села Магомед Загид Сагитов прочитал молитву за тех, кто собрался здесь, и за тех, кого уже нет с нами. Магомед Загид Сагид 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 Организаторы подготовили для гостей праздничную программу. Одним из пунктов был чемпионат по стрельбе. Молодые люди могли продемонстрировать свои навыки владения оружием. Заранее выбрали специальную площадку и расставили мишени. А дальше уже все зависело от мастерства участников чемпионата. Желающих попробовать своей силой меткости было немало. В горах ни один праздник не проходит без традиционного хинкала. Гостеприимные наказухцы после торжественного митинга всех участников бессмертного полка пригласили в сельский клуб. И здесь их ждали с накрытыми столами. Разговоры по душам, воспоминания, песни и танцы. В суете городской нам не хватает таких теплых душевных моментов. Еще один приятный момент. Мурководство Сагратлинского сельсовета за многолетнюю работу и активное участие в жизни родного села почетными грамотами наградило работников самых разных сфер. Еврагима Магомедхан Магомедович награждается почетной грамотой за многолетний высокопроизводительный труд, особый клад в системе агропромышленного комплекса района и за активное участие в общественной жизни родного села. Примите искренне поздравления праздником Победы. Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия, афтермитизма. Какой же праздник без песни и танцев? В стенах клуба в этот день звучали песни на родном аварском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Со словами благодарности в адрес односельчан обратилась Индира Сагитова. Она представила собравшимся образец книги, в котором собраны все материалы о селении на Казух. Название села происходит от аварского слова «нак», что в переводе означает «туман». Селяне рассказывают, что на самом деле облака спускаются так низко, что часто покрывают село таинственной завесой. История села не менее интересна и связана с исламизацией, с укреплением хуторской деятельности и с использованием новых земель в связи с увеличением населения. Он интересен и с точки зрения археологии, и этнографии, и истории, и уникальна с точки зрения появления нового населенного пункта со времен революции, советского периода. Как складывалось оно. К сожалению, исследования глубокие не проводились. Археологические раскопки вообще не проводились. Известны отдельные предметы. Известно, что в 1915 году на Казухе через Сагратль верхом на лошади прибыла из Петербурга исследователь древности Млакасевич, и ей было передано ряд предметов. Эпохи бронзы, как потом мы разобрались, они хранятся часть в грузинском музее Грузии и в Петербурге. Один из предметов, такой бляха-колпак с орнаментом, типичен для эпохи средней бронзы, середины II тысячелетия до н.э. Примерно его нашли в местности Гухимириль, от слова «гоф», который находится под Наказухом. Кроме этого, между Сагратлем, Наказухом и Лакским районом находится уникальнейшее культовое место. На Сагратлинском говоре это называется «Будал Ахмад-эль-Рух». Наказухце это место считают своим, и часто ходили на это культовое место для вызова дождя, и передавали всякие легенды и преданные, не связанные с этим местом. Известны уникальные предметы, происходящие с этого места. Видимо, во время, когда делали карты в Дагестане, прибыла геодезическая бригада, и когда они рыли шурф, они нашли фигуру женщины высотой 28 см и маленького козленка рядом с ней. Они хранятся в нашем музее, в национальном музее имени Таху Годи, и являются совершенно уникальными среди всех статуэток, обнаруженных на культовых местах. Отдельные археологические находки свидетельствуют о том, что в этой местности добывали железо. Ученые-археологи относят к этому времени многие поверия, многие привычки, основы многих элементов нашей культуры восходят к этому времени, например, культ металлических предметов, кинжала, любых металлических предметов, в том числе ножниц, которые ставили в люльку младенца, относятся к этому времени. И точно неизвестно, где были найдены предметы, переданные Млакосевич, но, скорее всего, в так называемом месте Гухимириль, когда там строили ферму, было обнаружено множество вещей. Но там же недалеко находится могильник с каменными ящиками примерно V-VII веков нашей эры. Оно тоже археологически не исследовано. Это, я говорю, с отдельных предметов, которые находили случайные находки. Ныне спокойный и цветущий наказух пережил несколько разорений. В прошлом это был хутор. Тогда сагротлинцы отправляли посменно своих односельчан сюда на временное проживание. Примерно поздний средневековый период, в XIII, XIV, XV веках во всем Нагорном Дагестане бытовали башни, крепости, где скрывались кровники. Или жили отдельно молодые люди, которые носили функцию охранников, сторожей, границ. Скорее всего, на Казухе тоже была подобная крепость. Об этом говорят остатки сторожевой башни на самом краю скалы. И имеется предание о том, что это население этого села погибло во время вспышки чумы или холеры. Скорее всего, чумы. Очень часто были заброшены населенные пункты в горах из-за чумы. Через три года эти люди должны были возвращаться в Сагратль. Но они не захотели вернуться. Три раза была попытка переселить их обратно в родное село. Каждый пытался вернуть своего родственника. Я это знаю по рассказам. Люди просили не переселять их. Моя бабушка, оказывается, поднялась на крышу сакли и стала молиться в надежде, что их оставят. Вся домашняя утварь, на всякий случай, была собрана в корзину, которая стояла у столба в центре сакли. Даже ее не дали взять с собой. Завязалась драка. За ночь всех выселили из Наказуха. Все плакали. В Сагратль вернулись немногие. Кто-то ушел в Азербайджан, а кто-то в соседние районы. Но история с выселением Наказухцев повторялась три раза. В 1918 году опять сожгли село полностью. И поэтому, это последнее, когда разрешение села, это ни один человек оттуда не поехал за град. Хотя там родственники, братья, сестры, родители там были, ни один хозяйство не пошло туда. Все разбросались по соседним районам. Кто-то у Кунаков, кто где-то у Хутора, что-то так. Когда уже установлены советские власти в районе, и начал уже вопросы земельного полиции Речад. В 1920 году уже опять собрался этот народ туда. Опять согротинцы подали суде, что это был хутор, не село Мол. Ну, судили, судили, пять раз судили. И, наконец-то, это выиграли представители Наказуха, что это является село. Никакой не хутор, и поэтому претензий к нему не должно быть больше. Их разграничили, показали границы вот так, вот так. Даже говорят, не знаю, насколько это было, тогда глава республики Дагестана Самурский приехал лично туда, где-то на границе Саграта, Наказуха, показал границы. Вот оттуда вот так границы пойдут. Больше это, что не трогало, это самостоятельное село. Получив статус села и обосновавшись окончательно здесь, Наказухцы принимали самое активное участие в жизни района и республики. В 1930-м году образовался Чабан, а в 1935-м году мы переименовали его колхоз имени Макаяна. Ну, колхоз был один из очень... Хоть село было, длителей было мало, но очень богатое, крепкое хозяйство было. Все планы, все поставки, все исполняли досрочно и переуполняли. И это очень активное хозяйство было, хоть маленькое, но... В военные времена, военные поставки тоже всегда досрочно выполняли. Об этом говорит, что председатель колхоза и бригадир тогда в 1945-1946 годах был награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом Знака Почёта за заслуги развития сельского хозяйства в этом маленьком, циклогорном селе. Все вступали в колхоз. У кого были овцы, их давали, семена для посева, хозяйственные товары, лошадей и ослов. Все создавалось с большим трудом. Работали с босыми ногами, но тем не менее народ был очень веселым. Не ссорились, не ругались. Работали днем и ночью. Было очень тяжело. Силу своего духа и единства наказухцы показали во время Великой Отечественной войны. На фронт ушли 25 человек. 11 из них не вернулись домой. Это было сложное время. Всю работу делали вручную. Только посевные работы проводились быками. А сбор урожая, сенокоз, домашнее хозяйство – все на женских плечах. Работали они от восхода и до темноты. Другого выхода у них не было. Мужчины были на войне. Кто остался, занимались животноводством на отгонных землях. Были в селе только женщины и дети. Во время войны я два года чабановал. Два года пас коров высоко в горах. Я был тогда 7-летним мальчиком. И мне поручили целое колхозное стадо. Есть было нечего, и я ел крапиву. Я был в горах совсем один. Весть о победе советских солдат до высокогорного села дошла не сразу. Многие даже поверить не могли, что их сыновья, братья, мужья вернутся скоро домой. Даже сейчас слезы наворачиваются на глаза. Кто-то плакал тогда, кто-то радовался. Это невозможно забыть и невозможно описать словами. Были такие, которых оплакивали, потому что пришло извещение. Но они вернулись домой. Когда они вернулись, стало жить проще. В целом по стране и в нашем магазине появился товар. Мужчины стали поднимать сельское хозяйство. Но даже тогда не всем было просто. На Казухце бережно хранят память о героях Великой Отечественной. Примером тому является мемориал, построенный на краю села. Сюда приходят и в праздники, и в будние дни, чтобы вспомнить тех, кто ценой своей жизни защищал свободу и мир. Братья наши Шапиевы, четверо наших братьев, за все собственные средства построили этот памятник. Ну, опоздали мы. Мы опоздали еще. Надо было еще раньше. А мы построили, завершили в 1934 году. Выходцы из маленького села. Люди широкой души. Они живут и работают сейчас в разных городах России. На свою малую родину чаще приезжают летом. Обязательно с детьми, чтобы они знали, на какой благодатной и красивой земле жили их предки. Я сейчас тоже всей душой там, в селении, где похоронены мать и отец. Там, где мой дом, моя родина. Там я учился, вырос. Как можно не любить такое место? Получилось так, что я переехал сюда. Сейчас живу здесь. Но сердцем я там. Раньше там было пусто. Сейчас люди приезжают, возвращаются, ремонтируют старые дома, строят новые, восстанавливают хозяйство, чтобы и молодежь, и старики могли вернуться в село. Суракат Абдулаев 4 года назад начал строительство туристической базы. Это будет спортивно-оздоровительный комплекс, рассчитанный на 50-60 человек. Здесь будет футбольное поле, волейбольная площадка, бассейн, буквально полтора километра от села, с видом на величественный гуни. В следующем году планируется открытие данного комплекса. Строительство комплекса сказалось и на инфраструктуре села. Суракат Абдулаев ремонтирует дорогу в село, также он прокладывает новые дороги к сельхозугодиям, что значительно облегчает жизнь селян. Раньше вот это село было заброшено, уже 4-5 лет, уже начали постепенно воздражать, строить дома, восстанавливать свои старые, дедовские дома, строить новые. Уже за 2-3 года, уже 5-6 строений есть. Нормальный, красивый, с алюминиевым уровнем, водоснабжением, канализацией, всеми условиями городскими такие уже идет восстановление села. Иншаллах, это будет, должен быть. Я очень болею за это, чтобы это село восстановилось. Все традиции, очень традиции, большие традиции это село. Все трудолюбие, все гостеприимство, все мужество, потом эти люди доказали, кто такой Наказовский. И во время войны, и в трудовой армии, и просто в мирное время работая в колхозах, в колхозе. Наказовский джамат, как большая семья. И здесь все друг друга знают, прислушиваются к советам старших. У них общее прошлое, такое же настоящее, и в будущее они тоже смотрят вместе. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я.